Всем привет! Система Fujifilm живее всех живых и продолжает активно развиваться и пополняться новыми камерами, которых уже достаточно много. Поэтому у желающего перейти на Fujifilm может возникнуть вопрос, а какую же именно камеру выбрать? Вот сегодня я попытаюсь ответить на этот самый вопрос. Начнем с низу, то есть с более дешевых вариантов. Предположим, у тебя не очень много денег, но ты хочешь взять камеру Fujifilm для того, чтобы снимать фото и видео для себя. В этом случае самый адекватный вариант для входа в систему это Fujifilm X120. Это камера с 24-мегапиксельным X-Trans сенсором, которая может снимать 4К, но не очень долго из-за перегрева, и Full HD до 60 фпс. Камера очень легкая, компактная, хорошо подойдет для стрита и путешествий. Естественно, здесь тот самый ретро-дизайн, нет встроенного стабилизатора, зато есть фирменный пленочный профиль Fujifilm, который позволит вам получать классную картинку прямо из камеры. Автофокус в видео более-менее рабочий, на авито такую камеру можно идти где-то за 30 тысяч рублей. Какую камеру я бы не советовал покупать в этом ценовом бюджете, так это Fujifilm X-T100. Я такой камерой владел, поэтому если хотите узнать, почему я ее не рекомендую, ссылка на обзор будет в описании. Далее, самый выгодный в соотношении характеристики стоимость вариант в настоящее время это Fujifilm X-S10. У нее 26-мегапиксельный сенсор X-Trans 4, аналогичный X-T4, матричный стабилизатор, полностью откидной экран, возможность съемки в 4К до 30 фпс с битрейтом 200 мегабит в секунду и Full HD до 240 фпс в режиме slow motion. Также у нее есть логарифмический профиль F-Log и, разумеется, пленочные профили. У X-S10 более традиционный для современных камер дизайн и управление с колесом, вот знаете, таким, как обычно на камерах PS-AM. Также плюс такого дизайна в более удобном хвате, которого не будет в линейке X-T. Купить такую камеру можно в районе 65 тысяч за был вариант. Новую можно найти где-то за 75-80 тысяч рублей. Если же вам нужна камера по стоимости, находящаяся между этих двух, то я бы посоветовал обратить внимание на Fujifilm X-T30. Ее можно взять где-то за 45-50 тысяч бушную. Картинку она будет выдавать аналогичную X-10, но не имеет стабилизатора и откидного экрана. Именно с этой камеры я и начинал, собственно, свою коммерческую деятельность. Ссылка на обзор этой камеры по итогам моих, наверное, полутора лет ее использования тоже в описании. Вариант эдакой рабочей лошадки за разумные деньги это Fujifilm X-T3. Флагман образца конца 2018 года, но все еще сохраняющий свою актуальность. Тот же 26-мегапиксельный X-Trans сенсор. Возможность съемки в 4К 60 фпс с цветовой субдискретизацией 10 бит 4.2.0. Максимальный битрейт при съемке в 4К до 30 фпс 400 мегабит в секунду. Full HD до 120 фпс. Имеются профили F-Log и HLG. Пленочные профили, естественно. Двойной слот для карт памяти. Выход на наушники. Она не перегревается при съемке в 4К, даже длительные съемки. Подходит для работы как в сфере видеосъемки, так и фотосъемки. Стоимость такой камеры на момент съемки этого видео от 65 тысяч на авито, в зависимости от состояния. На данный момент это моя основная камера, как для работы, так и для ютуба. Полный обзор на нее также можно найти по ссылке в описании. Если ваш бюджет больше 100 тысяч, и вам нужна камера с топовыми характеристиками для фотографии, то ваш вариант это Fujifilm X-H2. 40-мегапиксельный сенсор X-Trans позволит делать сверх детализированные снимки с огромным разрешением. Здесь также есть 5-осевой матричный стабилизатор, автофокус с возможностью отслеживания животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, поездов и даже самолетов. Видеовозможности тоже впечатляют. Камера может снимать видео с разрешением 8К до 30 фпс в формате PRS 4.2.2. Стоит отметить, что в топовых характеристиках видео камера может писать только на карту SafeExpress Type-B. Они очень дорогие. Стоимость такой камеры на данный момент в районе 140-150 тысяч за новую тушку. Также, если вы хотите ретро-дизайн и вам не нужны 8К и PRS, то вы можете немножко сэкономить и купить Fujifilm X-T5. Там будет тоже сенсор на 40 мегапикселей, но не будет слота для карт SafeExpress Type-B и, соответственно, форматов, которые вывозят только эти карты. Цены на новый X-T5 начинаются от 125 тысяч за новую камеру. Ну и, наконец, флагман с топовыми характеристиками для видеосъемки и спортивной фотографии. Это Fujifilm X-H2S. Многослойный 26-мегапиксельный сенсор обеспечит высокую скоросчитывание и высокую скорострельность до 40 кадров в секунду в фоторежиме. В видеорежиме камера может выдавать картинку в 6К до 30 фпс и 4К до 120 фпс, в цветовой субдискретизации 10 бит 4.2.2, в кодеке X265 или прорез. Я это выговорил, я молодец. Для прорез и скоростной съемки также необходимы карты SafeExpress Type-B, которые, напоминаю, космически дорогие. Также при использовании внешнего рекордера можно записывать видео в формате ProRes RAW или Blackmagic RAW. Разумеется, тоже есть матричный стабилизатор, откидной экран. Цены на новую начинаются примерно от 160 тысяч рублей. И в ближайшее время, скорее всего, они будут только расти, потому что рубль плавно падает вниз. Ну и небольшой такой веселый бонус в концовке. Это камеры для стрит-фотографии за копейки. Этакие варианты для съемки для души. Это Fujifilm X100 и X-Pro1. Обе можно купить в районе 20-25 тысяч. Обе достаточно старые, медленные, но если вы хотите максимально приближенную к пленочной съемку, то это варианты для вас. У X100 встроенный объектив 23 мм f2, который нельзя поменять. У X-Pro1 оптика сменная, соответственно, к ней еще надо будет прикупить какой-нибудь объектив. Я бы посоветовал взять какой-нибудь мануальный, китайский, новый или советский, чтобы было прям вообще максимально весело. Вот и все на сегодня. Пишите в комментарии, какую камеру Fujifilm вы взяли себе в 2023 году и почему. Да, кстати, в этом видео я не рассматривал средний формат и линейку GFX сознательно, я про нее не забыл. Просто потому, что, объективно говоря, очень мало кто может ее себе позволить. Хотя, ну я бы тоже хотел, конечно, попробовать поснимать на такую камеру. Хотя у меня была возможность подержать ее в руках и поснимать на нее, но тогда я ее абсолютно не понял. Также недавно у меня вышло видео про объективы для Fujifilm с автофокусом от сторонних производителей. Там про все объективы, которые на данный момент есть на рынке, я рассказываю. Вот здесь по ссылке можете его посмотреть. На этом у меня все на сегодня. Пока, до новых встреч!